всем большой привет добро пожаловать на мой канал наконец-то я добралась до озвучки видео монтировать еще потихоньку кое-как могу но вот озвучивать для меня это самый сложный процесс и он требует много времени и тишины а сейчас в предновогодние праздники этой тишины очень не хватает видно да что покрытие относила клиентка очень хорошо за исключением конечно же топа топ затесся очень сильно здесь у меня был и beauty люкс и born pretty у меня здесь были проблемы с этим покрытием ген-лак был такой полупрозрачный он светился на кончиках и возле кутикулы я подпилила ногти после покрытия топом но вот когда клиентка в этот раз пришла на коррекцию она сказала что был неплотный цвет у свободного края даже она это заметила такого больше не повторится так как тот ген-лак я уже выбросила еще в прошлый раз также с топами здесь была у меня проблема я хотела протестировать топ от фирмы beauty люкс но я вот вижу что здесь он настолько был матовым вернулся на коррекцию что это просто отвратительный результат я заказала на алиэкспресс новые флаконы и базу и топ от beauty люкс так что они скоро надеюсь скоро ко мне придут и я обязательно буду их еще раз тестировать я вот хочу именно новые попробовать потому что у меня старый топ ему где-то около года я вот помню что тогда давным-давно я его тестировала и он мне понравился не знаю почему в этот раз он так плохо относился когда я снимала эту коррекцию у меня на телефоне уже был отснятый материал предыдущей коррекции не этой клиентки но предыдущей клиентки скажем так и почему-то была уверена что мне хватит памяти на телефоне чтобы записать еще одну коррекцию но к сожалению памяти мне не хватило и я здесь успела отснять только некоторые урывки я ей сделала красный витражный гель-лак от фирмы born pretty он в два слоя абсолютно не просвечивает посмотрите какой красивый плотный цвет получился кстати этот гель-лак вы еще увидите у меня на канале его делали не один раз и эта клиентка принесла мне тоже маленький подарочек в виде вот такого интересного геля для душа я ей тоже кстати подарочек подарила в самом начале и вот я дарю подарок следующей своей клиентки мне очень нравится смотреть на их реакцию когда они не ожидают и их ждет вот такой вот приятный сюрприз что именно входит в подарок я отсняла но она выйдет наверное в каком-то следующем видео сейчас просто озвучу там тканевая масочка крем для рук масло для кутикулы и шоколадка подарочек небольшой но все равно приятно у этой клиентки сломался один ноготь безымянный и она мне напомнила что там в прошлый раз была трещина которую я ремонтировала с помощью какого-то интересного геля это был полигель трещина не выдержала сломалась она его подпилила мы сегодня наращивать ничего не будем так как клиентка всегда носит короткие ногти но я при снятии обнаружила что мне пришлось снять много материала были какие-то отслойки на у свободного края поэтому в этот раз я решила укрепить полностью все ногти полигелем несмотря на то что будет короткая длина на этом моменте я как-то слишком сильно надавила на фрезу и поранила клиентку в синусе чего я уже не делала очень давно уже даже не помню когда я последний раз кого-то ранило но и такое случается бывает со всеми от этого никто не застрахован очень подробно я рассказывала про аппаратный маникюр в отдельном видео которое почему-то не очень зашло на ютубе в отличие от тик тока там это видео мини видео скажем так трейлер к полноценному видео у меня он там набрал почти 400 тысяч просмотров а на ютубе всего на всего две я считаю это очень несправедливым потому что я очень старалась над тем видео для ютуба но полноценный там очень подробно в макросъемке все рассказывается и я считаю что она полезная а вот в тик токе там маленький такой урывочек где-то 30 секунд я что-то там двух словах рассказала и она набрала столько просмотров поэтому если у вас есть какие-то вопросы по аппаратному маникюру то я вам рекомендую посмотреть мое видео на ютубе оставлю ссылку внизу в описании теперь об этом буду говорить постоянно в каждом видео потому что очень старалась чтобы вам было все понятно и хорошо видно опять у меня попал черный флакон в экран и сразу картинка изменилась в цвете раньше я этого не наблюдала наверное все таки вот этот розовый фон мне не подходит для съемки нужно все таки заменить его на какой-то бело-черный как и говорила ранее коррекцию буду выполнять с помощью полигеля последнее время использую от born pretty с шиммером он хороший по консистенции мне нравится но у меня какой-то бракованный спирт и мне приходится очень часто смачивать кисть чтобы он не прилипал раньше такого я не наблюдала у меня такой бракованный спирт попался в этом видео решила показать также опил ногтей сначала я себе помогаю фрезу раньше этого не делала но сейчас стала экономить время поэтому в помощь приходит фреза сверху справа налево опиливаю все лишнее и также убираю сразу длину некоторые мастера знаю на этом этапе и форму выполняют ну помогают себе скорректировать тоже фрезой но я этого не делаю так как я боюсь что соскочит фреза и я уберу много лишнего поэтому только вот так сверху и лишнюю длину ну и после фрезы конечно же приступаю к пилу уже пилкой у меня 180 на 240 грит самая мягкая так как у меня не очень длинные здесь ногти полю гель у меня был нанесен не на всю ногтевую пластину и поэтому мне нужно выровнять и укрепить все еще ногти я это делаю с помощью камуфлирующей базы билдер газ билдер базы от фирмы коди с она мне очень нравится она жесткая и под нее не нужна подложка из прозрачной базы у меня есть несколько оттенков и почему-то во время работы я вижу сменила оттенок на взяла другой без шиммера на качество это никак не влияет носится они оба замечательно клиентка у меня в палитре нашла такой красивый гель лак с эффектом втирки мне он так понравился как-то на палитре он не сильно мне нравился да какой-то странный был гель лак но когда я накрасила ей его на ногти он ей так подошел вообще прям как эффект втирки реально получается мне вообще все клиентки сегодняшние будут делать красные ногти ну это и не удивительно новый год а мы находимся в италии здесь красный и так любят но на рождество это прям закон решила добавить светоотражающего гель лака поверх этого красного гель лака получился очень крутой эффект клиентки понравился можно было использовать светоотражающий топ но на тот момент у меня был один только от born pretty и в нем не так много и вот этих светоотражающих частиц решили добавить несколько снежинок я мастер ли они ленивый поэтому у меня постоянно наклейки у меня их очень много в разных оттенках разных формах так что выбрать есть из чего между снежинками добавила еще небольшое количество блесточек и перекрыла все это дело глянцевым топом а топ у меня в последнее время вот этой фирмы еще не знаю как он носится но пока что его тестирую покрываю всех клиентов именно им здесь у меня новенькая клиентка моя старенькая попросила взять ее сестру поэтому пришли они вдвоем я вот сразу обратила внимание на вот эти желтые пятна на свободном крае до возле свободного края и мне она рассказала что она сама пробовала себе сделать и она вот так вот сожгла себе ногтевую пластину здесь прям видно что это какие-то ожоги я не знаю чем она делала когда и что вообще она себе делала гель геллаг не знаю но то что ногти сейчас такие травмированные скажем так это прям видно я и объяснила что так издеваться над ногтями нельзя что ты можешь себе очень сильно навредить не знаю поняла она меня или нет потому что она плохо говорит на итальянском была рядом сестра но она как-то не особо и переводила она мне сказала что ногти очень мягкие постоянно ломаются ну это не удивительно они травмированные в общем я сразу приняла решение выполнить здесь полигель сделать потому что я не знаю как носится покрытие вообще ногти очень мягкие я побоялась сделать ей какую-то просто мягкую базу или даже боттл гель я все-таки решила укрепить хорошо плюс она еще принесла такую картинку показала длинный миндаль там был черный светоотражающий геллаг френч в общем я и сказала что я могу сделать но так на как как на картинке так красиво не получится и тебе наращивать ну то есть она записывалась не на наращивание просто на покрытие за наращивание никто платить не хотел поэтому решили постановили сделать совсем другой дизайн а какой обычный красный ну чуть дальше вы увидите я постаралась восстановить свободный край на некоторых ногтях там прям вообще не хватало особенно на больших они были просто сгрызены под ноль в общем как смогла так вышла с положения сделала что-то наподобие квадрата сверху опять же укрепляю базой билдер базы от коди с чтобы уж наверняка ногти хорошо проносились лично мое мнение я бы оставила в таком вот виде ногти молочные уже красивые ногтики пускай отрастут будут длинные так где тогда и сделаем красный плюс еще сама клиентка выглядит очень молодо ей 20 лет но она выглядит где-то на 15 она еще такая смугленькая плюс эти красные ногти в общем как по мне не очень гармонично все это выглядело но клиент всегда прав поэтому делаем то что хотят клиенты не показала какой красный это кунтигу 56 с алиэкспресс все ссылки как всегда вы найдете внизу в описании опять же добавили несколько снежинок и вот такой результат у нас получился не забывайте подписаться на канал поставить лайк мне будет очень приятно а я на этом с вами ненадолго прощаюсь всем до скорых встреч пока 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 Субтитры подогнал «Симон»